Всем привет! В общем, каким событиям посвящён новый влог? В кой-то веке мы выбрались с моим любимым мужем, и сейчас поедем в Алькат-трасс на ночную экскурсию. У меня сейчас очень много работы почти каждый день, у меня на самом деле начались скачки в моём настроении. Мало сплю, мало ем, скучаю по России, наверное, по родителям, по семье. Из-за этого это очень сложно. Видимо, у меня вот эта миграционная вещь пошла-поехала. И поэтому это очень хорошо иметь какое-то время, когда ты можешь просто провести его своим любимым человеком и делать что-то классное. Так что оставайтесь со мной. Уже идём на кораблик. Блин, вообще, смотрите, какая классная атмосфера. Так, всё, как будто мы сейчас с фильмом ужасов. Или фильм про катастрофу. Со мной очень весело. Ходите такие места. У меня всегда позитивное мышление открывается в моей голове. Надеюсь, что всё будет хорошо. Всё будет видно. Не будет очень холодно. Потому что я, если честно, пошла в кофте. Если честно, непродуманно прошла в кофте. Так, что-то меня... Мой муж ведёт... Ой-ой-ой-ой. Он меня вот на капот. Прям жёстко. Такие огромные капли. Он ведёт меня на самый верх, чтобы, если что, мы прям сразу падали с вершин. Или как в Титанике. Если что, мы самую выживем. идем туда назад корабля цепляемся за доски и выживаем смотрите с нами поедут чайки вообще это хорошо что мы имеем птиц потому что птицы предвестники жизни земли чего-то надежного безопасного они же не глупые чтобы в опасности да тут зато усоваться поэтому все будет хорошо дорогие мои мы уже поплыли и чайка даже не улетает она вообще считает что это ее корабль а мы тут так платим ей или она платит как раз таки благодаря этому за свое жительство сан-франциско все-таки не дешево жить здесь родная жить не дешево так что да вот так вот приходится каждый день видит людей ей бедняжка пока очень медленно только-только стартанули давайте я вам сниму когда ближе туда уже разгоняемся и чувствую о господи начну с сан-франциско конечно безумно классно смотрится обещаем уже о даунтаун сан-франциско о эм джи держите меня семеро это живетелька трасс так близко просто до этого то мы видели маленькую точку земли а теперь вообще-то у него вау да девушки нельзя птицер где-то так мы уже ходим внутри и ту самую популярную пока локацию которую мы встретили это морг не знаю посмотрим что там у нас ожидает у меня еще не было в проекте в эти годы но ничего страшного ничего не видно но очень интересно а сейчас мы с вами пришли блин кто их пустил сюда вообще я вандалы слушай давай за ними не пойдем они мне не нравятся вообще мне такое ощущение что мы с вами в какой-то советской больнице например такая же атмосфера царит интересная тут у них одежду им выдавали тюремную с ботинками там подушки все как полагается такой вот душ у них интересный даже видите мыло положили конечно так все рассказываю но как бы слушай а мыло как будто бы настоящее прикиньте вау мы стоим в какой-то очереди тур давайте почитаем что это тур stars upstairs вот ладно нам дадут наушники меня ждали наушники у меня идет небольшая паника потому что мы такие ну мы на английском разговариваем и они тебя не знаем какой кошмар я бы повесилась если бы не сюда посадили наверное преступникам нужно было сначала смотреть условия потом преступления совершать сто раз можно еще подумать надо оно тебе здесь сидеть смотрите там сквир дайнинг холл всякие блоки всякие люди вот наверное это преступники или это наоборот копы номера нет ну вот кто бы сказал например не они все выглядят не они все выглядят смотрите мы сейчас короче зашли промотать клетку это короче изолятор который здесь был и сюда впускали тех кто буянил кошмар и они сидели вот так вот несколько дней в темноте одинокие с маленьким количеством еды я тут просто хожу мне уже неконфортно потому что я вообще не очень люблю закрытые изолированные без света и воздухопространство какой кошмар то есть ну да свободы нету свободы совершенно нету если так походить да если так походить посмотреть накроет тебе тоска страх и ты еще сто раз подумаешь убивать кого-то мрак смотрите когда комната обставлена все выглядит достаточно не так патетично как бы даже шашки есть так что да главное это что обставить комнату и будет вам уют будет все прекрасно пальтишко вот а вот в необставленных комнатах конечно был трэш кажется что у них действительно было так да тут вон даже картины вот так что только что смотрите домино и баян как в России вон даже картины такие русские березки точно какой-то преступник русский тут в этой комнате находился здесь был художник у нас смотрите да вообще получается классно то есть они даже занимались тем чем чем хотели комната диспетчера ресепшенисты хостас я даже не знаю ну вот со всеми вот такими вот мероприятиями у нас здесь находится и вот здесь вот комната визитов то есть сюда приходят люди оттуда видно заключенных ой а вот эта девочка оказывается стояла сейчас все уходим так мы пришли в административный центр тут какой-то человек стоит вот смотрите и тут тоже кока-кола мы с вами все еще в атланте на самом деле это пошутило смотрите я как костяная американка я еще диджей немножко наушниках хожу и там вот весь на протест смотрите какая рука на стене страшная все уже ушли Карим Джон сейчас спецназ уедут я очень сильно сейчас испугалась когда проходила его случайно видела вот это мы сейчас идем в хоспиталь местный реально выглядит как больница в России когда я была маленькой пошли в России это рентгенская комната икс да рентгенская комната но тут пахнет реально как больница смотрите там в Гуан кошмар какой у меня в этом видео очень много слова кошмар какой потому что я вообще в шоке о боже у меня мужик на ногах вот этот мужчина провел все свои годы в Алькатрасе в этой клетке в этой комнате а мы уже приехали обратно в Сан-Франциско экскурсия закончена сейчас с вами попрощаюсь в общем надеюсь вам понравился такой блог спасибо что смотрели see you soon guys до новых встреч субтитры